Всем привет, дорогие друзья! Настроение, честно говоря, гораздо хуже, чем было неделю назад. Я два часа смотрел матч Динамо-Локомотив и непрестанно бомбил с того, что вижу. И с тех пор прошло, наверное, еще часов пять, а я все еще не перестаю бомбить, потому что я просто не понимаю, что вообще произошло, почему это произошло, и что в голове у главного тренера Локомотива для меня остается, ну, огромнейшей задачкой. Неделю назад я вам рассказывал про премудрости схемы 3-5-2, про то, как Локомотив готовился в межсезонье, как наигрывал эту схему, как у нас действуют разные игроки в разных ситуациях. Говорил о том, насколько подходит нам эта схема, потому что этот игрок раскрылся, вот этот игрок раскрылся. Да, были определенные проблемы, но эти проблемы можно было кое-как компенсировать просто банальным наигрышем в этой самой схеме. Затем на бусте, подписывайтесь, кстати, я разобрал матч Локомотива с Акроном с тактической камерой и вообще охренел от того, что там происходило, потому что мы играли 3-5-2 в определенные схемы, мы играли 3-4-3, иногда перестраивались на 4-3-3, когда там Тикнезян, например, возвращался назад. И таких перестроений было очень много, и они все были в тему, они были понятны в каждом эпизоде игры, почему мы делаем вот так вот, а не иначе. И, ну, правда, по этому матчу было видно, насколько игроки Локомотива кайфуют от происходящего на поле. Мы играли в хороший, качественный, комбинационный футбол, где каждый винтик был на своем месте, но были определенные проблемы в обороне из-за того, что, ну, вот они пока не очень понимают, как в этой тройке играть, и опорники тоже не всегда опускались назад для того, чтобы им помогать. Вот этот маленький нюанс можно было исправить, можно было исправить заменами, можно было исправить на тренировках, можно было, там, не знаю, на тактических занятиях с ними поговорить о том, как надо играть, и все было бы прекрасно. Ну, а если бы не было прекрасно, да, ну, допустим, вышли бы мы по этой же самой схеме, и вдруг скрутились Динамо, но в этом тоже нет ничего страшного, потому что, ну, ты, ты это готовил, но, к сожалению, по каким-то причинам это не помогло. Мы бы разобрали эти причины, мы бы поняли, ну, что еще нужно исправить для того, чтобы обыгрывать таких соперников, как Динамо. Но, к сожалению, я, когда увидел состав, я подумал о том, что, так, ну, ну, окей, ладно, Галактионов решил заменить блок левых оборонительных игроков, да, то есть Тикнезяна поменять на Самошникова, поменять Морозова на Фасона, который является левоногим и может сыграть левым центральным. Соответственно, Сельянов, наверное, придет играть на право правым центральным защитником. И меня немножко смущало, почему выходит Сарвели, а не Карпукас, потому что Сарвели это как будто бы, ну, такой гиператакующий человек, а в тройке, наверное, изначально лучше смотрится Батраков, Баринов, Карпукас, а дальше уже, если тебе нужно забивать, тогда уже можно выпускать Сарвели для того, чтобы додавливать соперника. Но, к сожалению, с первой же минуты, с нулевой минуты, я понял то, что нет, этого всего не будет. Мы месяц провели межсезонье, готовя 3-5-2 для того, чтобы, сыграв один матч, выиграв его, пропустив достаточно случайные голы от Акрона, просто взять и выйти по той же схеме 4-2-3-1, по которой мы играли в прошлом году, со всеми теми же самыми проблемами, которые у нас были в прошлом году. Но только если в прошлом году в схеме 4-2-3-1 у тебя был Антон Миранчук, у тебя был Максим Глушенков, которые могли все проблемы нивелировать и в одиночку создать какие-то голы, просто проблемы для соперника, и забивать эти самые голы, то сейчас мы просто получили набор этих самых проблем, не имея ничего взамен, и я вообще не понимаю, зачем это случилось. Ну, чтобы не быть голословным, давайте вообще про то, какие проблемы есть в 4-2-3-1. Я касался об этом, говорил об этом в прошлом ролике, но вот лучшая самая иллюстрация матч с Динамо. И да, в этом матче у нас было большое количество голевых моментов, просто потому что Динамо против нас играло безобразно. И личка на послематчевой пресс-конференции признавала то это то, что именно игроки Динамо, ну, играли кошмарным образом, защитники Динамо, просто, ну, это даже, наверное, не ФНЛ, это, наверное, где-то что-то из уровня второй лиги, может быть, медиафутбола, то, как они играли, и то, как они помогали тому же Сарвелле раз за разом выходить один на один, или, там, не знаю, Лунев, который выкатывает мяч на Воробьева, или еще какие-то моменты, которые у нас там были. Динамо нам помогало их создавать, но главным соперником Локомотива в этом матче было не Динамо, не оборонительные порядки Динамо, в котором играли, там, не знаю, Бессмертный, Лепский, Гогнидзе, который нам гол забил, там, Кутицкий. Ну, то есть, это команда, как будто вот мы против Динамо 2 вышли играть, и, ну, мы должны были спокойно, вообще, не замечая катком пройтись, потому что, ну, у нас в кои-то веки хорошо прошло межсезонье, и я сейчас не вижу проблем у Локомотива, такие, какие были зимой в марте месяце, и в прошлом году, когда мы банально каждому сопернику уступали в скорости, в рывках, в какой-то там готовности. Нет, мы хорошо смотрелись против Акрона, мы хорошо смотрелись против Динамо, мы гораздо лучше смотрелись против Динамо, чем наши соперники. Но мы сами себе мешали, мы просто сами себе мешали играть в эту игру, забивать голы и спокойно готовиться к матчу против Ростова в Кубке. Не знаю, я, вот, каждое решение Галактионова по этому матчу у меня вызывает какую-то отрыпь и непонимание, и об этом я говорил с ребятами на стриме, то есть, это не то, что я вот по факту, узнав окончательный счет, говорю о том, что мне это не понравилось. Нет, вот с первой минуты я, посмотрев на это, я понял то, что, ну вот, эта картинка, эта игра мне точно не понравится. Ну давайте. Локомотив плохо обороняется. Локомотив не может обороняться умением, то есть у нас нету пары двух центральных защитников, которые гарантированно смогут качественно отобороняться против плюс-минус любого соперника. В атаке у Динамо собраны, ну, имена хорошие. Тюкавин, Гамалё, Бетелло, Гладышев, это довольно сильные футболисты. И два центральных защитника против них обороняются тяжеловато. У нас, ну, наши крайние защитники, они фланговые защитники, они скорее тоже направлены больше на какую-то атакующую модель, хотя и не сказать, что они какие-то суператакующие, но они раскрываются, когда они играют латералями. Особенно вот Самошников, потому что он может бегать туда-сюда. Он хорош в подключении из глубины, входах в штрафную, передачах каких-то. Ну, может быть, не так хорош в обороне, но вместе с центральным защитником они могут отоборонять. Если Самошников где-то куда-то не успеет, всегда есть еще один центральный защитник, который его подстрахует. Примерно то же самое я могу сказать про Сильянова, примерно то же самое можно сказать про Тикнезяна. В меньшей степени это относится к Нинахову. Ну и Митай вообще непонятно в каком статусе сейчас в локомотиве находится. Игрок с чемпионата Европы не выходит даже на минуту в матче с Динамо. Хотя был одним из лучших футболистов в последний раз, когда мы умудрялись побеждать это самое Динамо. Но почему-то не нужен. Ну, мы играем в четверку защитников и буквально с первых же минут получаем большие-большие проблемы, потому что Гамалё не видит проблем в том, чтобы проходить Нинахова. Самошников, который выходит правым атакующим вингером, не считает необходимым возвращаться и помогать Нинахову. Поэтому Гамалё, Бетелло разыгрывают свои двоечки, заходят там куда-то в штрафную, делают передачи. Ну, окей, как-то отбиваемся, как-то удается с этим всем справиться. Но Динамо находит другой вариант. Они находят возможность оставить Ньемси и Тюкавина один в один, из-за чего Ньемси нарушает правила на Тюкавине и получаем штрафной абсолютно из ничего. Да, сам штрафной – это не вина крайних защитников, центральных защитников, вообще каких-либо защитников. Это вина того, как мы располагаемся внутри своей штрафной при штрафных соперника. То есть это вещи, которые должны на бумаге быть расписаны максимально. И если у вас есть Гагнидзе на линии штрафной, ну, все-таки, наверное, вам нужно каким-то образом помешать ему ударить. А там, очевидно, никто не ждал, что эта передача на линию штрафной может вообще возникнуть, при том, что мы сами дважды перед этим точно так же разыгрывали свои угловые передачи к линии штрафной. Но вот почему-то то, что Динамо так может разыгрывать, мы даже не подумали. Окей, гол красивый, гол – хорошее попадание Гагнидзе, но из чего все это возникло? Это возникло и стало это возможным из-за того, что мы играем в четверку защитников. Два центральных защитника и два крайних. И из-за этого у нас не хватает одного футболиста, из-за этого Ниемси вынужден играть с Тюкавиным один в один, из-за этого у Ниемси нету возможности отдать передачу, да, будь еще один человек, он спокойно бы с ним отыгрался, мяч у него был под контролем, делай пас и выходи дальше уже в атаку. Из-за этого пришлось уходить самому куда-то во фланг, нарушать правила. Увы, увы, проблема. И в дальнейшем, да, у нас получалось нивелировать атаки Динамо, потому что все атаки Динамо во многом были длинными забросами, и Фасон с Ниемси справлялись с тем, чтобы не давать Тюкавину этот самый мяч получить до поры до времени. Но как только Динамо пыталось проводить какие-то атаки на флангах, сразу все вскрывалось, и были еще опасные моменты у ворот Лантратова, которые, наверное, не доходили до какого-то удара по воротам, но до полуопасности доходило. Ощущение, что, в принципе, Динамо может забить еще, оно возникало. Ну и, собственно, второй гол, да, тоже. Пришел он с углового, и Галактенов говорит о том, что да, у нас было преимущество, да, у нас нельзя позволять забивать из вратарской без прыжка Майстровичу вообще толком без сопротивления, и это все правда, нельзя на угловых так играть, как сыграл Локомотив. Но, опять же, из чего пришел этот момент? Банально, в центре поля каким-то образом Бетелло сохранил мяч, отдает на фланг, и там оказывается Даса Ингамалё вдвоем против одного Нинахова. Спокойно разыгрывают в штрафную, там свечка подвешивается, Тюкавин снова один в один против ЕМС. ЕМС, как мне кажется, опять нарушает правила, хотя если там был офсайд, тогда другое дело, нам этого не показали. Но все равно, да, не будь этого офсайда, то, на мой взгляд, НИМС наступает на ногу Тюкавина. И это все опять из того, что мы играем четверкой защитников. Из-за того, что у нас два опорника, это Батраков-Баринов, ну, прямо скажем, не самая элитная опорная зона. Я Баринов-Карпукаста не слишком верю именно в плане того, как они защищаются, в плане того, как они могут конструировать оборону и выход из обороны в атаку. Но Баринов-Батраков, ну, при всей моей любви к Лёше, ну, это еще минус один пункт в оборонительных рядах наших. При том, что, опять же, на мой взгляд, Батраков играет сейчас лучше, чем Баринов. Бары в этом матче не было заметно. И насколько лучше Локомотив должен выглядеть, когда у них будет три игрока в центре поля? У вас один не добежал, так другой может добежать, третий поможет. Нет, у нас теперь вот... Мы решили играть 4-2-3-1. Просто ни почему. Просто вот потому, что показалось, видимо, Галактионову, что это будет лучше на Динамо, или что схема с тремя центральными защитниками не сработала на Акроне. Я не знаю, у меня нет ни одной причины. Обычно я могу понять, почему тренер решил вот так, а не иначе. Да, я бы понял, почему мы играем 3-5-2, но почему заменили Морозова и почему заменили Текнезяна. Да, я прекрасно бы понял. Но когда ты просто наигрываешь 3-5-2, а потом переходишь к игре в 4-2-3-1, для меня это непонятно. Самое, конечно, непонятное, это была игра атакующих фланговых футболистов. И это, наверное, главная вообще проблема нашей игры. Ладно, там с обороной можно. Можно было бы что-нибудь делать, можно бы что-нибудь придумывать, если у тебя, по крайней мере, атакующая линия приспособлена к тому, чтобы играть 4-2-3-1. Но что у нас получается? У нас центральный атакующий полузащитник это Владислав Сарвелли. Я хорошо отношусь к Владу, и сегодня явно не лучший день Владислава Сарвелли. Было много моментов для того, чтобы забивать, и он ни одним из этих моментов не воспользовался. Но Влад Сарвелли, ну это все-таки, извините меня, это не Антон Миранчук, и это не Максим Глушенков. Это не тот игрок, который может встать под нападающим и в одиночку нам эту самую игру затащить, занести, забить этот гол правдами и неправдами. Ну, а это ключевая вообще позиция в 4-2-3-1. Окей, если у вас вот эта позиция, на ней Владислав Сарвелли, а не Максим Глушенков, тогда у вас должны быть суперсильные фланги атаки. Но слева у нас Сергей Пеняев, справа у нас Илья Самошников, который вообще-то левый латераль. По своему футбольному образованию и свои лучшие матчи в жизни он проводил на позиции левого защитника левого латераля. У него действительно хорошо получается с этой позиции играть в футбол. Помните момент, где Илья Самошников смещается с фланга в центр и бьет с левой ноги по штанге ворот Лунева? Ну почему он бьет по штанге? Да потому что он бьет с левой ноги, потому что всю свою жизнь Илья Самошников бежит с левого фланга, смещается в центр и правой ногой либо отдает передачу, либо бьет по воротам. У него сумасшедший удар с правой ноги, он забивает. Здравствуйте, вот у меня кот тут пришел, точно так же, как и меня его бомбит с этой ситуацией. Да, то есть Самошников классный футболист. Он может слева идти в центр, он может забивать красивейшие мячи ударом с правой ноги там с 20 метров, с 25 метров, а если уж ему дают бить с 10, то он сетку порвет. Но он играет на правом краю, он смещается в центр, ему что-то нужно делать левой ногой и она у него для ходьбы и для того, чтобы бить по штангам. Это не вина Самошников, это вина человека, который ставит его раз за разом на правый край атаки. И, ну вот, за все это время, там не знаю, сколько он уже провел, 7-8 матчей на позиции правого атакующего вингера в схеме 4-2-3-1. Ну что, ну, гол Акинфееву каким-то чудом забил, перебросив. Ну вот, наверное, все, что именно эффективного вспоминается от Самошникова, при том, что, ну, он постоянно где-то вот там вот с мячом и постоянно нагнетает. Ну вот не получается у него, потому что ни его позиция, ни его нога. И Сергей Пеняев, ну, про него я весь прошлый сезон вообще говорил, и в очередной раз давайте повторяться, что когда Сергей Пеняев играет по центру, когда он играет рядом со штрафной, когда он входит в штрафную с мячом, когда он получает мяч на скорости для входа в штрафную, это один Сергей Пеняев. И в матче с Акроном все поразились, и все были очень рады за Сергея Пеняева, то, как он играл в футбол, как вдохновенно, как у него все получалось, сколько раз он поворотом пробил. Просто, ну, шикарный матч. Вот такого Сергея Пеняева все хотят видеть, все желают ему добра. Щелчок пальцев Галактионова, и Пеняев возвращается куда-то очень широко на бровку, получает мячи стоя, дальше ему нужно пробросить этот мяч в центр, куда-то пройти, может быть, поворотом пробить. И все, и вот Пеняев. Да, он отдал голевую передачу, в итоге на Дмитрия Врабьева как раз один из немногих моментов, когда ему дали мяч на скорости получить, и он побежал достаточно близко к штрафной площади. Но большинство моментов, где он получал мячи, это было, ну, очень далеко от ворот, и... И такого Пеняева я видеть не хочу, потому что, ну, ну, ничего он не делает. И в итоге мы зачем-то играем схему с флангами, где эти фланги очень важны, где они играют основополагающую роль, но у нас нет ни одного флангового игрока, который может на этой позиции сыграть. Возможно, это какая-то подготовка к приходу Маркиниуса, который на неделе уже был очень близок к Локомотиву, а потом оказался очень далек от Локомотива, говорят о том, что Спартак его перехватил, а потом снова оказывается он очень близок к Локомотиву. Возможно, это какая-то подготовка к тому, чтобы Маркиниус пришел, и, конечно, он на этой позиции сыграет гораздо лучше. Но остальные-то проблемы все равно останутся. Все равно останется проблема с центром обороны, все равно останется проблема с тем, что у нас нету правого вингера, все равно останется проблема с тем, что под нападающим будет играть Владислав Сарвелли, который, ну, в каких-то матчах определенно завезет. Он может реализовывать моменты, у него, в принципе, более-менее с этим нормально, но стабильно, и там по 20 голов Максим Глушенков, как Максим Глушенков 18 голевых передач, он не отдаст. Зачем это нужно? Не знаю, не понимаю. И от этого, наверное, больше всего бомбит, и от непонимания того, зачем мы взяли и сами себе просто палки в колеса вставили, и проиграли матч, в котором мы должны были пройтись по сопернику катком. Вот я редко, когда такое говорю, я редко вообще в футболе могу использовать сослагательные наклонения и быть уверенным в чем-то, что не произошло, но могло бы произойти, но я на 100% уверен, что играем и 3-5-2, играем и стройным центром, там, Карпукас, Батраков, Баринов, играем и латералями, играем и Воробьев, Пеняев двумя нападающими, но мы разнесли бы это Динамо. Оно было настолько плохо, оно само помогало нам моменты создавать. И да, ну вот тоже многие будут мне писать, многие будут говорить, что отличный матч, что по созданным моментам Локомотив сильно превзошел соперника, нужно было только их реализовывать, но это Динамо нам создавало эти моменты, моменты, в которых именно Локомотив своей какой-то комбинационной игрой создавал момент чистый для того, чтобы забивать, ну их там один-два по пальцам можно посчитать. А вот моменты, где игроки Динамо по каким-то причинам не могли выбить этот мяч, киксовали по нему, и мяч выкатывался в штрафную, и там его подбирал Сарвели, вот в основном вот такие моменты у нас были. И в этом нет ничего хорошего, потому что мы скоро будем выходить там против Ростова через три дня, и там не так защитники играют, и у нас возникло, ну у нас не будет вообще такого количества моментов априори. У нас будет два-три момента, будут очень сложные моменты, при том, что в схеме 3-5-2 я уверен, что мы именно комбинационной игрой могли бы создавать десятки моментов. С Динамо они бы не успевали, они бы точно так же ошибались, еще больше бы ошибались. И вообще, когда мне говорят про то, что не хватило реализации, меня всегда немножечко это триггерит. когда тренер говорит о том, что не хватило реализации, это вообще красный флаг и сигнал к тому, что тренер, мягко говоря, не очень понимает, что происходит. Реализация, она, конечно, важна, да, когда у тебя два момента, ты из двух два забиваешь, это очень-очень круто. Но смысл тренерской работы, смысл всех вот этих вот тактических построений, перестроений, создать такие моменты, с которых не забить невозможно. Сегодня у нас таких моментов, ну, были. Да, не буду лукавить, да, у нас парочка моментов, там, когда Воробьеву Лунев отпасовал и Воробьев не переиграл, когда Сарвелли там выходил и между ног Луневу в мяч посылал, но все равно попал в ногу и мяч выкатился по Вратарской и Самошников не побежал на добивание. Да, вот такие вот моменты тоже у нас были, конечно, их хотелось бы забивать. Но проблема в том, что вот, например, был матч сегодня тоже Парея Нена против ЦСКА. И у ЦСКА не было много моментов, но они выиграли 3-0. У Зенита с крыльями Советов, с Рубином не было много моментов, но они выигрывают 4-0, потому что они создают такие моменты, с которых не забить, ну, прям очень сложно, и они создают их раз за раз, за разом, за разом, за разом, и в конце концов, да, ты в итоге забиваешь один из этих моментов, когда ты бьешь там с 7 метров, с 8 метров по... ну, расстреливаешь фактически вратаря. Или как Динамо сегодня забило свой третий гол, когда уже просто пас идет на пустые ворота и ты с 2 метров забиваешь. Были ли у нас такие моменты? Да, вроде не было. Где-то, если мы что-то и создавали, то в основном это все было прямо в очень серьезной борьбе, и да, там Динамовцы ошибались. Мне это не нравится, и ощущение от матча с Динамо у меня лично такое, как будто я посмотрел снова, как Локомотив с Баварией играет. Помните матч в Лиге Чемпионов, где у Локомотива раз момент, второй момент, третий момент, четвертый момент, ну вот не получается забить. А Бавария раз подошла к воротам, гол, потом второй раз подошла к воротам, да даже не подошла, Кимих там с разворота, плюнул в дальний угол. 2-1. Все, Бавария этого хватило, Бавария пошла дальше, потеряв минимальное количество сил. Но вот только Динамо, не Бавария, и сегодняшняя Динамо, особенно не Бавария, сегодняшняя Динамо нужно было раскатывать. Я считаю, что у Локомотива было абсолютно все для этого. Но почему-то вместо того, чтобы продолжать играть в тот же футбол, в который мы настроились играть, к которому мы готовились играть, даже не то, что в межсезоне, а еще с конца прошлого сезона, потому что мы в ряде матчей переходились с 4-2-3-1 на 3-5-2, почему-то мы решили то, что вот всю эту работу можно скомкать и в мусорное ведро выкинуть, а играть с Динамо с чистого листа, вспоминая прошлые наработки. Но только оказалось, что без Максима Глушенкова, Антона Мернчука, да это даже с ними-то против Динамо, если помните, по прошлому сезону не сработало, а уж без них-то тем более не сработало. Очень жалко, очень. Этот матч был абсолютно наш. Этот матч мы должны были забирать, мы должны были обыгрывать Динамо в одну калитку. Не мешал нам соперник это делать, все, что помешало, сделали мы сами. Говорил я про то, что мне не понравилось решение Галактионова с первой до последней минуты, по заменам все то же самое. Я не понимаю этих замен, я отказываюсь их принимать. Замена Сарвелли на Тимура Сулейманова, после которой у нас закончился вообще футбол, ну потому что, ну вот 4-2-3-1, окей. У тебя есть хотя бы Сарвелли. В Сарвелли, при всем там, что он не забивает, но он связывает полузащиту, он связывает вот этих двух опорников с линией атаки, и раз за разом мы какие-то моменты получаем. Плюс он вбегает, и, ну, к нему мяч магнитился. И вот мы переходим на игру 4-4-2 с Тимуром Сулеймановым, который не обладает тонкостью игры. И в итоге мы получаем то, что в этом составе тонкостью игры вообще обладает, наверное, только один Дмитрий Воробьев, но до которого мячи перестали доходить, потому что, ну, раньше они доходили хотя бы от Сарвелли, а теперь и Сарвелли нет. Ну и все, и мы начали играть флангами. А на флангах у нас, опять же, замечательные футболисты, Самошников, там, не знаю, Пеняев, Салтыков, каких-то нормальных, качественных навесов, в штрафную, ну, в концовке был на Ньемси, Ньемси пробил, и Лунев вытащил, но, ну, прямо скажем, да, фланговая игра, это не наш конек. Зачем это было сделано? Ну, вот, ну, правда же, просто свою игру взяли и похерили. Выпустили, вот, Самошникова, переместили назад, решили то, что, ну, наверное, не играет А Самошникова, решили сделать из него крайнего защитника, окей, ну, жалко не левого, по крайней мере, правого, но окей, это возможно. И тут же выпустили Тикнезиана в атаку. Люблю Наира Тикнезиана, классный игрок, но, ну, это вот наш вингер, это вот человек, который будет давать какое-то качество в атаке на фланге, ну, наверное, не в нынешней форме. Зачем? Почему? Ну, вот, какая идея была в этом всем? Я ее не увидел, я не понял, во что играет Локомотив, особенно после замен, я не понял, как мы хотим защищаться, я не понимаю, как мы хотим атаковать. Грустно, грустно. И вот такие моменты, в такие моменты, ну, больше всего пропадает желание вообще за Локомотивом следить, потому что ты, вот, ну, после Акроны, я весь такой заряженный, скорее бы Динамо, скорее бы матч, скорее бы посмотреть 3-5-2, что там Галактионов успел придумать, как он решит проблему с тремя центральными защитниками, будет ли он там что-то в центре поля менять. Галактионов решил, что, да, в топку вообще все эти 3-5-2, все эти схемы, все эти перестроения, которых было в огромном количестве в матче с Акрона. Будем играть. 4-2-3-1. Супер. Здорово. Жалко только проиграли. 3-1, жалко у нас через 3 дня Ростов. И все это выглядит, как будто бы нам снова нужно будет месяц, в очередной раз вообще пытаться понять, что из себя представляют игроки Локомотива, как нам надо играть, во что нам надо выстраиваться, и только после этого мы сможем начать играть в футбол. Хотелось бы, чтобы с первых туров Локомотив начал хорошо играть и побеждать соперников. Еще раз, да, сегодня было все для этого, абсолютно все для этого. Это Динамо, худшая из Динам, которая нам противостояла за последние лет 5. И обыгрывать их было не просто можно, их было нужно обыгрывать, чего Локомотив не сделал. Ладно, через 3 дня увидимся. Всех обнимаю, всех призываю пережить это поражение достойно. И надеемся, что работа над ошибками будет сделана и перестанет Локомотив шарахаться из стороны в сторону, тогда, когда вообще ничего даже не предвещает этих самых шарахований. Подписывайтесь на Телеграм, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Наверное, надо об этом говорить в начале видео, но я забыл, меня слишком бомбило. Всем пока!